Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях региона прямо сейчас. Смотрите сегодня. Праздник состоится. Как Республика готовится отметить столетний юбилей? Все лучшее детям. Открылся республиканский центр для одаренных ребят. ТОП-100. В Чебоксарах чествовали лучших выпускников ЧГУ. Сегодня день памяти и скорби. По традиции в столичном мемориальном парке Победа состоялось возложение венка к вечному огню. Вместе с Рио главой Чуваши Олегом Николаевым в церемонии приняли участие депутаты Государственной Думы России Леонид Черкесов и Алена Аршинова. Сенатор Вадим Николаев. 79 лет назад началась самая кровополитная война в истории нашего народа, да и всего мира. И на эту войну ушло около 208 тысяч сыновей и дочерей Чувашского народа. Для нас очень важно помнить, с одной стороны, масштабность этих событий, с другой стороны, тот вклад представителей Чувашского народа, которые отдавали всего себя для того, чтобы мы сегодня могли иметь то настоящее, то те возможности. Ну и, конечно же, сделать все для того, чтобы их реализовать так же самоотверженно, как наши предки на фронтах. Еще одно очень важное событие, которое было для Чувашского народа в годы войны, это строительство сурского оборонительного рубежа, на котором работало также около 200 тысяч жителей Чувашии. В основном это, конечно же, женщины и дети. Люди здесь уже в тылу отдавали себя не меньше для того, чтобы достичь победу, для того, чтобы защитить родину. 21 июня в Чебоксарском ледовом дворце прошла церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь его проводили родственники, друзья, коллеги и жители республики. Мы сегодня провожаем его последний путь. Любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и вообще счастливого человека с большой буквы. Да, он очень любил жизнь, очень хотел жить, хватался за последнюю тоненькую ниточку этой жизни, но не получилось. А всем другим коллегам, друзьям мне хочется пожелать, уважайте друг друга, не тепляйтесь за какие-то поступки, слова, ведь жизнь очень коротка. Бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев скончался 18 июня на 59-м году жизни после продолжительной болезни. Михаил Игнатьевич еще мог бы многое сделать, имея колоссальный опыт и трудовой, и общественно-политической деятельности. Несомненно, те дела, тот вклад, который был обеспечен деятельностью Михаила Игнатьева, будет использован и в дальнейшем, приумножен, продолжен. Я искренне соболезную дорогие близкие с такой утратой. Проститься с бывшим руководителем региона пришли депутаты Госсовета Чувашии, члены правительства, руководители органов местного самоуправления, общественники и жители республики. Нас с ним, с Михаилом Васильевичем, связывали добрые, доверительные и теплые отношения, позволяющие нам совместно с ним, в едином духе, реализовывать сложные церковно-государственные проекты. Покой Господи в его душу, Царство Небесное и вечный покой. Михаила Игнатьева похоронили на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах. К началу 1940-х годов население Чувашии составляло около миллиона человек. Получается, на фронт ушел каждый пятый. Женщины, подростки и старики вытянули на своих плечах все народное хозяйство. В 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Война началась летом, а уже к осени женщины научились водить трактора, грузовики, управляться с другой техникой. Надо было убирать урожай. В конце зимы на долю жителей Чувашии выпало очень суровое испытание – строительство оборонительного рубежа. За 14 недель им пришлось вырыть 380 километров противотанковых рвов с огневыми точками, землянками и укрепсооружениями. Это при том, что температура опускалась порой до минус 42 градусов. Мерзли, мерзли. Знаете, как было трудно копать. Один слой снимаем за весь день. Мерзла земля, снимаем, кончаем работы. Мы утром приходим, а это замерзла земля опять на толщину лопаты. Ни разу за 4 военных года колхозники Чувашии не сорвали выполнение плана. Только в фонд обороны было сдано свыше миллиона пудов зерна. Более 170 миллионов рублей собрано на строительство боевой техники. Тысячи голов скота брали на откорм ежегодно, чтобы отправить на фронт и в освобожденные районы. А себе приходилось отказывать во всем. У нас поросенка держали с осени. Так, баночкой мамы все носили у нее. Ну, уже в марте месяце приехали, и этого поросенка килограммами 50 он вырос. И увезли за место. Тысячи граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы, приняла Чувашия. Десятки предприятий из Белоруссии и Украины были переведены в нашу республику. И уже осенью 41-го начали выпуск продукции. Основной рабочей силой на них были вчерашние школьницы, за 4 военных года превратившиеся в передовиков производства. Трудное время было, конечно, голодно, холодно. Я даже от голода однажды текла, распухло все. Но вот эти вот люди, которые приехали, привезли этот завод, Хернс, это были прекрасные люди. Даже трудно говорить. Не дали погибнуть. 17 госпиталей разместились в годы войны на территории Чувашии. В Канаше санитарные поезда оставляли самых тяжелых раненых, которых невозможно было вести дальше. Всего в республике пролечились более 72 тысяч человек. И 70% удалось вернуть в строй. Была, конечно, очень такая тяжелая и кропотливая работа, потому что не хватало хирургов. Приходилось учиться делать операции. То есть и стоматологи, и терапевты, они все ставали к операционным столам и учились делать операции. В июне 1945 года Чувашия отмечала 25-летие с момента образования. И это был первый праздник после четырех лет тревог, горя, тяжелого труда и лишений. Это было возвращение к жизни. Народный праздник совпал с днями победы над фашистской Германией. Ликует чувашский народ. Поэтому в праздничных национальных нарядах женщины и девушки. 22 июня проходит акция «Свеча памяти». В рамках которой во всех регионах страны зажигаются свечи в память о всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В этом году акция пройдет в онлайн-формате. Присоединиться может любой желающий через специально созданный для этих целей портал деньпамяти.рф. Министерство культуры Чувашии приглашает присоединиться к минуте молчания. В 12 часов 15 минут по московскому времени на телекранах и радиоволнах прозвучит запись голоса Юрия Левитана, объявившего о начале войны. Бюджет города Чебоксары был и остается социально ориентированным. Поддержку получают те, кто больше всех в ней нуждаются. Так, участникам и в дому погибших в Великой Отечественной войне, о которых некому позаботиться, мэрия помогает делать ремонт в квартирах. Хозяйка этой светлой и уютной квартиры участница Великой Отечественной войны Анна Константиновна Бычкова. Осенью ей исполняется 100 лет. В ее доме сделали косметический ремонт, поменяли обои, двери, линолеум. На это время родственники забрали Анну Константиновну к себе. Обновить квартиру помогла администрация города. В администрацию Ленинского района поступают заявки от участников ветеранов Великой Отечественной войны. По данным заявкам специалисты администрации выезжают на адреса, подготавливают смету. После этого мы закладываем в бюджет города по выделению средств на ремонт ветеранам. Мы в основном ремонтируем квартиры одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и их домам. Только за три прошедших года администрация Ленинского района города Чебоксара произведена ремонтная работа по 18 адресам. В квартире Сергея Александровича Тюмерова ремонт еще продолжается. Здесь полностью обновляют ванную комнату. При проведении работ мы согласуем все виды материалов с ветеранами, учитываем их мнение. Это неделя для республики особенно насыщена событиями. Чувашия отмечает вековой юбилей автономии. Сам праздник перенесен на август, но в его рамках состоится Высший экономический совет по стратегии развития региона. Откроются сразу несколько социально значимых объектов. В основном мероприятия пройдут в онлайн формате. Среди них акция «Вместе гордимся». Об этом и многом другом говорили на традиционном совещании в Доме правительства. Особое внимание заседание Высшего экономического совета. Оно состоится 24 июня. В его рамках представят программу социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет. Это будет, скорее всего, кредитенция всех программ, действующих на сегодняшний день по развитию Чувашии. И стратегии до 2035 года, и национальных проектов, и государственных программ. То есть на основе всех действующих документов по развитию республики мы делаем для себя четкую программу действий с тем, чтобы обеспечить полную синхронизацию работающих на сегодняшний день инструментов реализации важных мероприятий по развитию республики. Безусловно, во главе угла поступательное развитие экономики в республике построят три индустриальных парка и пять частных промышленных технопарков. На эти цели выделят 8 миллиардов рублей. Работать на этих производствах будут в среднем 2400 высококвалифицированных специалистов. Но их еще надо найти. Дефицит высококвалифицированных татров является стерживающим фактором развития промышленности и энергетики. Наибольший дефицит татров наблюдается по направлению электроэнергетика, электротехника, машиностроения. Несоответствует плановых цифр приема в региональные вузы по направлению к реальным потребностям рынка трудовых ресурсов. Для решения проблем планируется следующее базовое мероприятие – мониторинг рынка, формирование рынка труда, формирование плана приема и выпуска с учетом реальных потребностей, целевой прием подготовки специалистов, включение вузов число оформленных, тесные взаимодействия вузов республики с промышленными предприятиями. Минпромэнерго должна тщательно проработать вопрос импортозамещения. Это даст большой толчок к развитию региона после кризиса. Говорили и о том, как обеспечить комплексную безопасность в республике. Соответствующая программа до 2024 года представил Госкомитет республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Вызывает озабоченность техническое состояние нескольких пожарных частей и нехватка квалифицированных спасателей. Так, в числе задач, решить которые надо в первую очередь – повышение зарплаты работников республиканской противопожарной службы до уровня федеральной. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Главной темой Координационного совета по правопорядку стало обеспечение безопасности во время проведения общероссийского голосования. Заседание провел руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов. Ограничительные меры, безусловно, наложили отпечаток на проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. И об этом говорили все участники заседания. Сама процедура будет проходить с 25 июня по 1 июля. Министерство внутренних дел уже утвердило план работы на эти дни. Создана рабочая группа оперативного штаба. Места для голосования прошли предварительную проверку на соответствие нормам безопасности. И за каждым участком закреплены ответственные лица. К работе подключены сотрудники Росгвардии. Длительный период голосования – повод для усиления контроля на всех этапах. Избирательные бюллетени будут доставлены на избирательном участке вечером 24 июля. И, соответственно, будут находиться в этих помещениях до позднего вечера или раннего утра. Получается, позднего вечера 1 июля и, соответственно, до раннего утра 2 июля. Таким образом, все это время избирательная демонстрация не должна находиться без охраны. И это правополагает по множественной сложности. Днем избирательные кондиции будут держать контроль. Соответственно, начну это время. Либо это все должно находиться под охраной, либо все удается под сигнализацию. По поводу Чпатсака принято решение. У нас все, без исключения, 1194 участка будут задействованы. Как вы видите наблюдения? Понимая особенность ситуации, избирательные комиссии будут стараться максимально приблизить весь процесс к людям. Участки попробуют вынести на открытые пространства, пришкольные дворы, площадки рядом с многоквартирными домами. На селе члены участковых комиссий планируют выехать в отдаленные населенные пункты, чтобы люди не покидали своих мест проживания. И все это ради сохранения здоровья голосующих. 1 июля объявлено выходным. Вопрос, на который должны ответить в этот день россияне, вы одобряете изменения в Конституцию? Вариантов ответа два. Да и нет. Формат бюллетеня и порядок голосования утвердили еще в марте. А вот корректировки по правилам безопасности вносятся постоянно. Для того, чтобы минимизировать риск заражения во время голосования, контакты между членами комиссии и избирателями будут сокращены до минимума. Вместо личных приглашений организована почтовая рассылка. Все участки для голосования будут обеспечены дезинфицирующими и защитными средствами. Как сказал председатель Центральной избирательной комиссии Республики, Роспотребнадзор Чуваший зарезервировал некоторое количество тестов на всякий случай. По состоянию на 1 января этого года Центральной избирательной комиссии Республики зарегистрировано почти 930 тысяч голосующих. 25 июня этот список будет откорректирован с учетом последних данных. Сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах под колеса автомобиля Volkswagen Passat попал 48-летний мужчина. Пешехода с множественными переломами госпитализировали. По словам водителя иномарки, вовремя заметить человека, ему помешал встречный грузовик. Сегодня же днем на проспекте трактора строителей в Чебоксарах произошло дорожно-транспортное происшествие в автобус. Следующий по городскому маршруту номер 33 столкнулся с 54 маршруткой. Милицинская помощь понадобилась мужчине и женщине, которые в момент ДТП были в автобусе. На момент аварии в салоне автобуса находились более 20 пассажиров. В маршрутке 5-6 человек. Причины аварии выясняются. Инспектор ДПС Максим Ломоносов спас из огненного плена женщину и двух ее малолетних сыновей. На беду семьи в одночасье, оставшейся без крыши над головой, откликнулись и представители общественного совета. Подробнее расскажут наши коллеги с пресс-службы МВД по Чувашии. Пожар случился 1 июня около 17 часов 40 минут. Задымление в районе жилых домов в селах Иркасыч и Боксарского района заметил заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии Максим Ломоносов, внесший службу на стационарном посту Харкасинский на федеральной трассе М7. Капитан полиции позвал коллегу инспектора ДПС Сергея Христофорова и они поспешили к месту происшествия. Горел двухэтажный жилой дом. Проследовал напарник на служебной машине, чтобы перекрыть дорогу. Я побежал к дому. Увидел дым, подошел, залез во двор, увидели там звуки, выносящиеся по помощи женщин и детей. И схватил меня молодой человек, передал одного ребенка и вывели на улицу всех. В огненном плену в тот вечер оказались молодые родители Дениса и Алена Хадишова и двое их сыновей. Пятилетний Станислав и полуторагодовалый Максим, которого и вынес на руках его тезка капитан полиции Максим Ломоносов. Сейчас супруги от всей души благодарят полицейских за своевременную помощь. Они считают, что благодаря их профессионализму обошлось без человеческих жертв. На беду семьи, в одночасье оставшейся без крыши над головой, откликнулись и представители общественного совета. Да, здесь пищи, дети, наверное, будут к этой цепи. У меня вот супруга тоже собрала вам вещи. Смотрите, у меня просто мальчик и девочка просто по возрасту как раз подходят. Возьмите это вам. Спасибо. Ну и вот это мой член советов тоже. Да, это была инициатива, собрать для вас небольшую денежную сумму. Спасибо. Также председатель общественного совета Валерий Андреев в ходе рабочей встречи с министром труда и социальной защиты Чувашской Республики Аленой Елизаровой вышел с инициативой выделить материальную помощь из резервного фонда кабинета министров Чувашской Республики. Представитель общественного совета Роман Ефимов предложил свою помощь в оформлении необходимых документов для получения страховки. Необходимую повседневную одежду приобрел детям и член общественного совета Хайдяр Сафиуллин. Он сводил их в торговый центр, еще и исполнил мечту пятилетнего Стаса, оставшегося безлюбимого средства передвижения. Сгорел. У тебя самокат сгорел. Самокат сгорел. Который свой? Стас, какой возьмешь его? Вот этот? Давай. Взял. Возьми обратно. Возьми за свои. Отличившиеся инспекторы ДПС представлены к наградам. Сегодня в столице Чувашии открылся центр внешкольной работы ЭТКЕР. Напомним, решение о создании образовательного учреждения для особо отдаренных детей по аналогии всероссийского Сириуса озвучил в Рио главы республики Олег Николаев несколько месяцев назад. Бывшее здание электромеханического колледжа по улице Гражданской подверглось капитальному ремонту внутри и снаружи. Как было, как это стало? И как это стало? Вот наши ремонтные работы. Здание 1974 года. Мы приводили в порядок, соответственно, современные древности Сангина, чтобы современное оборудование было установлено. Это было, то стало. Да. Разница видна? Ну, конечно, конечно. Это наша лаборатория, это сейчас научная лаборатория с вами посетим. Производственная база центра в полной готовности. Несколько лабораторий оснащены современным оборудованием. Олег Николаев возлагает большие надежды на новые технологии обучения. Мы с вами, мне кажется, находимся на пороге, когда начнут скоро, очень быстро развиваться дистанционные формы работы с развитием цифровых сервисов и инструментов. И здесь, если мы готовы специалистов здесь, способных создавать современные сервисы, современные инструментарии оказания услуг, то автоматически можем получить в перспективе такие предприятия, которые оказывают высококлассные услуги в цифровой сфере, которые будут востребованы не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. 500 миллионов рублей из федерального и 127 миллионов из республиканского бюджета выделено в рамках празднования векового юбилея автономии. Как отметила на брифинге министр культуры Роза Лизакова, львиная доля этих средств – 482 миллиона – направлена на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. Часть средств – на проведение праздника. Но пока не сняты ограничительные меры, череда ярких мероприятий пройдет в онлайн-формате. Флэш-мобы, фотоакции, конкурсы, 11 мероприятий объединили под хэштегом «100 лет Чуваши». Один из них – песенный онлайн-марафон «Славься, Чуваши!» охватил все города и районы республики. Итогом акции станет всеобщее исполнение гимна «Чуваши». Масштабный марафон поздравлений завершится непосредственно в день празднования юбилея республики. Увидеть и услышать видео поздравления и песни в исполнении жителей Чуваши и наших земляков со всех уголков мира можно будет в эфире национальной телерадиокомпании «Чуваши». В течение всего дня они будут звучать на экранах наших телевизоров. Я надеюсь, что именно они создадут праздничное настроение, атмосферу единения в этот день. 24 июня представят обновленную Красную площадь в Чебоксарах и Площадь Победы в Красных Читаях. Эти события можно будет увидеть в нашем эфире. Музеи подготовили масштабный проект «100 великих людей Чуваши». Репродукции картин вывесили на улицы города. Из фондов архива кинофотодокументов подготовили к показу циклов фильмов. Проект называется «Десять фильмов к стулетию Чувашской автономии». В этот проект вошли первый юбилейный фильм, начинается с 1930 года, и далее вот 30-е, 40-е, 50-е и так далее годы. Разумеется, праздник в привычном для нас формате все же состоится, уточнила Роза Лизакова. Но большинство культурных событий перенесут на август. Ожидается, что к этому времени в республике можно будет снять ограничения. Наталья Мальчикова, Республика. Сотня лучших. Выпускников-отличников ЧГУ поздравил в Рио главы Чуваши Олег Николаев. Торжественная церемония прошла в онлайн-формате. Я хочу пожелать, ну тогда не улыбай. Почему? Вот и пустя, дорогу оселить лучше, и все будет хорошо. В топ-100 вошли выпускники, имеющие успехи в научных исследованиях, общественной работе, отличившиеся творческими и спортивными достижениями. Как отметил руководитель региона, путь молодых специалистов только начинается. И их ждут в органах власти и в различных сферах, чтобы совместными усилиями изменить к лучшему качество жизни людей. Президент страны Владимир Владимирович Путин очень настойчиво направляет нас по пути развития наставничества. И вот здесь, мне кажется, получается очень важный и нужный союз. Ваша энергия молодости, новые знания, желание быстро и качественно менять жизнь и опыт умудренных людей, которые смогут правильно вас направить и получить быстро нужный, хороший результат. Это были новости понедельника. Хорошего вам вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok